Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня гость нашей студии, начальник управления Министерства юстиции России по республике Саха-Якутия Ольга Романова. Ольга Валерьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ольга Валерьевна, мы всегда считали, что главный детский праздник это 1 июня. Но выясняется такая ситуация, что есть еще одна дата, 20 ноября. Расскажите, пожалуйста, что же это за дата и для чего ее отмечают во всем мире, если я не ошибаюсь. Да, это, наверное, международный такой день, поскольку именно в этот день, 20 ноября, в 1953 году, а потом в 1993 году, Организация Объединенных Наций приняла два основополагающих документа. Во-первых, это Декларация о правах ребенка, а во-вторых, это Конвенция о правах детей. Основными целями этих документов служит основная мысль, что человечество должно сделать так, чтобы права и интересы детей исполнялись, соблюдались во благо их, наших детей и во благо всего общества. Поскольку дети это самая уязвимая категория населения, и которая, собственно, будущее составляет общество и человечество. Поэтому вкладывать в эту категорию, растить их в доброте, в полном соблюдении их прав, свобод, интересов, конечно же, задача общая. Скажите, ну а что за мероприятия проводятся в рамках этой даты и на какую категорию граждан рассчитано? Да. Вот знаете, в 2013 году был принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи. Уже, наверное, многие знают этот закон. В республике Саха-Якутия выделены бюджетные средства на компенсацию юристам, которые оказывают эту бесплатную помощь, обслуживают население, когда их права нарушены. И у нас активно реализуется в Якутии этот закон. И вот мы проанализировали качество исполнения этого законодательства и поняли, что не все еще знают, где и как, в каких случаях можно получить эту помощь. Особенно, конечно же, не пользуются в полном объеме дети, их законные представители, попечители, родители. И вот как раз проанализировав все это, мы решили 20 ноября, в день принятия основных международных документов, сделать единый день правовой помощи детям. В этом дне участвуют все структуры и все юристы, которые и в повседневной жизни проводят эту работу. Но 20 ноября привлекается внимание, вот категории, о которой мы говорим, детей, к праву, к правовой помощи. И все мы выходим к детям, к их родителям, значит, тем, кто с ними работает для разъяснения, для выявления проблематики. Вот в этом цель, в этом цель привлечь внимание, проинформировать единым образом в единый день как можно большее количество людей. А какие вопросы в наибольшей степени поступали? Что тревожит вот эту категорию граждан? Да, Марина, значит, мы, в общем-то, этот день инициировали для, конечно, категории детей, наиболее нуждающихся в помощи. Это дети-инвалиды, это дети-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но вышли за эти рамки. Поэтому мы охватываем, пытаемся охватить как можно больше, значит, нашего населения, да, вот детского возраста. Какие вопросы? Вопросы самые разные, да, возникают по перемене имени, по наследованию, по получению алиментов, да, по получению каких-то льгот, если это сироты, да, связанные с получением жилья, с поступлением в учебные заведения, да, в профессиональные учебные заведения. Это вопросы, которые связаны с совершением каких-то действий юридических, да, особенностей юридических действий с участием несовершеннолетних, тех же трудовые права и так далее и тому подобное. Права на образование, на медицину и так далее. То есть вопросы самые различные, но наиболее популярные, вот о которых я сказала, да, это льготы, льготы, вот детям, особенно детям, инвалидам, сиротам. А были ли случаи, когда, допустим, гражданин обратился и вот ему конкретно помогли в каком-то вопросе сложном? Да, в этом году, в этом году уже, ну вот буквально недавно, да, 20 ноября уже есть конкретные примеры, когда, например, в Уссалданском районе наш инспектор по делам несовершеннолетних системы МВД конкретно помог детям составить их родителям, значит, составить документы для суда о взыскании принудительного порядка алиментов, да. Есть примеры, когда составлены были документы по объявлению в розыск должника длительный, то есть мы, понимаете, показываем, даем конкретный инструментарий, то есть те правовые механизмы, которые можно использовать для блага, да, для получения того, что, собственно, положено. Ну, также после массовых мероприятий, лекций, там, викторин, каких-то конкурсов, которые проводятся, да, на детей же рассчитано, поэтому в самых таких формах удобных для детей игры, вот после встреч с детским, населением многие подходят и уже приватно задают вопросы, там, где мы видим, есть проблема, значит, вплоть до возбуждения дела, возможно, административного, уголовного, да, то уже сразу берется заявление, да, сразу информируется, как, что, чего, то есть вот этот контакт очень важен и очень нужен. И очень хочется, чтобы привыкло население в этот день видеть, где и какие мероприятия проходят и участвовать в них. Также еще случай был, когда у нас в Алайховском Лусе в школе среднеобразовательной Чакурдахской, да, дети инициировали при встрече с прокурором в этот день, 20 ноября, инициировали работу по безнадзорным животным. То есть они вот эту проблему видят, идя в школу, да, и вот, значит, тоже обратили внимание. То есть видите, как нам нужна информация. Поэтому кто участвует в этом дне правовой помощи детям? Так а что было предпринято, вот как раз по поводу этой жалобы? Сразу же были инициированы, конечно, инициированы меры по борьбе с этими безнадзорными животными. То есть были подняты органы, которые должны сделать отлов, значит, санацию соответствующей территории, да, поскольку, правда, рост числа вот таких вот бездомных животных, значит, был на самом деле как факт. Вот. И кто в этот день выходит к детям, да, это следственное управление, да, это МВД, конечно же, это комиссии по делам несовершеннолетних, это юристы муниципальные, государственных органов, да, власти, это нотариусы, это адвокаты. У адвокатов очень много тоже вопросов, и прямо на карандаш, что называется, да, сразу какие-то проблемы, и уже юридическую помощь адвокат может оказать, в том числе бесплатно, потому что бюджетом Республики Сахай-Якути ежегодно выделяются средства на компенсацию вот этой работы, когда адвокат составит все нужные документы по защите того или иного нарушенного права. Ну и, конечно же, юристы некоммерческих организаций. У нас очень активное население, молодцы юристы, многие, скажем, частно практикующие, да, тоже своим долгом, кстати, вот это я хочу заметить, да, что многие юристы считают своим долгом вот такую вот работу, работу безвозмездную по правому просвещению, но детей тем более. Ольга Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот в Якутске эти мероприятия были проведены, значит, 20 ноября, да, а каким образом, допустим, жители, нас смотрят сейчас и жители других районов, дистанционно возможно было задать вопрос, поделиться своей проблемой? Да, совершенно верно, значит, этот день мы делаем по всей республике, и уже он не в первый год проходит, и мы видим массовость, да, причем в районах. Можно в этом году отметить Момский район, Усть-Алданский, Усть-Майский, Нерингринский, Мирницкий, Верхневилюйский, Верхнеколымский районы, где были интереснейшие мероприятия проведены, конкурсы и ролики, и, значит, игры, и очень много лекций было проведено, было большой охват школ, школьников, дошкольных учреждений, социально-реабилитационных центров, именно в районах, Марина, да, вот, ну а если есть интерес именно в центральные, значит, ну вот, допустим, центральные аппараты органов выйти с вопросами, да, к юристам, допустим, города Якутска, да, то были организованы горячие телефонные линии. Кстати, в следующем году, Марина, мы хотим единую республиканскую линию сделать. Вот в этом году, как и в прошлых три года, да, мы сделали телефонный справочник всех, значит, органов, которые работают с детьми, да, которые 20 ноября прямо в режиме онлайн, да, отвечают и по электронной почте, да, и по телефону. Все размещено на сайте, все размещено на сайте. Общие правники, общие все справочники, телефоны, форматы, общие, вот мы, значит, издали различные такие вот брошюрки, методички для разных категорий граждан. Вот это вот я взяла для категории подростков, да, от 14 лет. У нас есть такие до 14 лет. То есть всю эту информацию можно получить на сайте. Да, и в рисунках, и вот в текстовом формате, на сайте. Напоминаем, да, на сайте Министерства юстиции России по Республике Сахай-Якутия. Всегда можно найти эту информацию, уважаемые зрители. Мы продолжаем. Ольга Валерьевна, хотелось бы поговорить о новшествах в законодательстве, которые произошли в этом году. Вот в части, насколько мне известно, по-моему, осенью, да, было изменение, что теперь заключенные имеют право каждые выходные видеться со своими детьми. То есть тоже говоря о детках и о их интересах. Совершенно верно, Марина. Вот дети, да, вот преступность в отношении детей или с участием детей все-таки тревожно высокая, да. Да, хоть она и немножко снижается, но все-таки вот тяжкие преступления в отношении детей, они у нас имеют рост, 30% роста, да. И с участием детей много фиксируется правонарушений. Это от чего идет, да? Видимо, от нехватки тепла, да, от семьи, от общества. Поэтому мы все должны быть добрее, внимательнее, да, более вооруженные именно правовыми инструментарием. И законодательство развивается. Совершенно верно, Марина. И вот вы сказали уже о важных изменениях общения детей с родителями осужденными. У нас приняты правила, они в октябре месяце вступили в силу приказа Министерства юстиции, правила внутреннего распорядка воспитательных учреждений. Кто имеет право встречаться? Мама, папа? Да, имеет право мама встречаться с ребенком до 14 лет. Дополнительные права имеются в виду, сейчас я их скажу. И отец имеет право встречаться тоже с ребенком до 14 лет, если он единственный родитель. Дополнительно в любые праздничные, выходные дни, вне места отбывания наказания. Что важно, да? Вот такие меры приняты, чтобы сохранить эти семейные отношения, да, ну, опять-таки в интересах детей. Ольга Валерьевна, к сожалению, эфир у нас заканчивается уже практически. Я не могу не отметить тот момент, что 3 декабря состоится профессиональный праздник. Позвольте мне поздравить заранее вас с этим событием и праздником. Буквально 30-40 секунд до конца эфира нам бы хотелось узнать, как вы его встретите, какие мероприятия у вас проведены. Спасибо, Марина. Вот так мы и встретим в работе с населением. У нас принята уже такая традиция праздника отмечать вот такими встречами с населением, проведение различных акций по правому просвещению. В общем-то, это уже традиция юристов, в том числе, республики. Это бесплатные. Да, и я тоже, пользуясь случаем, ну, конечно, это и будут и конкурсы различные со студентами, это и профессиональное мастерство, и будут торжественные заседания, отмечены лучшие из лучших, да, в День юриста. Поэтому я хочу сегодня, пользуясь эфиром, обратиться ко всем юристам республики с поздравлениями и пожеланиями, чтобы мы все вместе сделали так, чтобы наше население жило лучше, и чтобы слова Цицерона о том, что законы, право изобретено для блага граждан, вот стало настоящим нашим девизом и настоящей нашей целью. Чтобы законы были доступны, чтобы законы были понятны, и чтобы законы создавали положительный эффект. Благодарю вас за беседу, еще раз поздравляю с наступающим праздником. Зрителям, напоминаю, у нас в гостях была начальник управления Министерства юстиции России по республике Саха-Якутия Ольга Романова. Оставайтесь на нашем канале, мы обсудим все самые важные и актуальные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. Спасибо.